Демонтаж высотки начался в конце июня. За неделю бобкаты с отбойными молотками полностью разрушают один этаж. А прямо под высоткой ведется прокладка тоннеля дублера курортного проспекта. Из-за угрозы обвала многотонной блочной конструкции строительство дублера на этом участке временно приостановили. Снос такого дома в 3000 квадратных метров стоит примерно 15 миллионов рублей. Все расходы по демонтажным работам взял на себя застройщик. Мы с вами сейчас находимся уже на шестом этаже, поскольку седьмой этаж уже отсутствует, он уже снесен. Должники ограничены в выезде за пределы Российской Федерации. В отношении должников наложены два штрафа. Гора строительного мусора рядом с семиэтажкой – это останки частного дома, именуемого в народе Сочинская Пизанская башня. В марте из-за оползня розовый особняк накренился и завис над обрывом. Суд постановил снести и эту самоволку. Всего же с начала года в Сочи были снесены 400 строений. Осталось по судебным предписаниям 312. В самовольных высотах, идущих под снос в Олимпийской столице, чуть более полусотни. Я прошу не обольщаться, что и маленькие будем доводить до ума сносы, и большие многоэтажные дома. С 11 июля мы начинаем снос еще по 11 нашим федеральным контрактам, 11 объектов. И надо понимать, что это все закончится с моментом проведения Олимпиады. Главный судебный пристав России отметил, что в большинстве случаев владельцы самостроев демонтируют здания за свой счет. Хотя деньги из госказны на эти цели выделены. Всего порядка 400 миллионов рублей.